Урок 2. Занятие 3. Поступление основных средств с монтажом. Существуют и такие основные средства, которые могут использоваться только после того, как они будут смонтированы, то есть просто доставить их в организацию еще недостаточно. Монтаж может быть произведен как собственными силами организации, так и с привлечением сторонней организации подрядчиком. В обоих случаях стоимость монтажа включается в первоначальную стоимость основного средства, увеличивает ее. Для учета основных средств, которые требуют монтажа, предназначен свой счет. Он называется «Оборудование к установке» и имеет номер 0,7. После того, как основное средство купили, его относят на счет 0,7. Проводка при этом будет очень похожей на ту, которую мы делали для основных средств, не требующих монтажа. Только в данном случае вместо счета 0,8 будет выступать счет 0,7. Первая проводка – дебет 0,7, кредит 61 на договорную стоимость объекта основных средств. И вторая проводка на величину НДС – дебет 19, кредит 61. Затем оборудование, которое мы купили, должны передать в монтаж. Для этого составляет акт о приемке передачи оборудования в монтаж, который имеет форму ОС-15. И при этом делается такая проводка – дебет 0,8,3, кредит 0,7 – оборудование передано в монтаж. Обратите внимание, здесь применяется счет 0,8,3 – строительство объектов основных средств. То есть, опять же, счет 0,8, на котором мы будем собирать все затраты, связанные с данным основным средством. Вы понимаете, что монтаж оборудования – вещь небезвозмездная, независимо от того, кто им будет заниматься. Если для монтажа мы наняли подрядчика, то мы заключаем с ним договор на выполнение монтажных работ. И после выполнения монтажа у нас появляется док подрядчику, то есть наша кредиторская задолженность. И в связи с этим возникают две проводки. Дебет 0,8,3, кредит 61 – отражена задолженность поставщику за саму стоимость монтажных работ. И вторая проводка – дебет 19, кредит 61. Мы отражаем НДС по этим монтажным работам. Обратите внимание, затраты на монтаж собираются по дебету счета 0,8,3 – строительство объектов основных средств. После того, как основное средство смонтировано, и на счете 0,8,3 собрались все затраты, которые у нас были связаны с этим объектом и включаются в первоначальную стоимость, составляют, опять же, акт приемки передачи по форме ОС1, так же, как и для объектов основных средств, не требующих монтажа, и основное средство вводят в эксплуатацию. Проводка здесь такая же, что и для ввода в эксплуатацию основных средств, не требующих монтажа, только вместо счета 0,8,4 будет счет 0,8,3. Первая проводка – дебет 0,1,1, кредит 0,8,3. Основное средство после монтажа вводят в эксплуатацию. И вторая проводка связана с возможностью по основному средству принять НДС к вычету. Дебет 68,2, кредит 19. Задание к занятию. ООО «Плюшка», как мы видели в задании к прошлому занятию, приобрело холодильную камеру для хранения сметаны и масла стоимостью 106 200 рублей, в том числе НДС. Дополнительные расходы при приобретении данного актива составили монтаж холодильной камеры подрядной организации стоил 8 260 рублей, включая НДС. Мы определили, что данное основное средство мы имеем право учесть на счете 0,1. Отразите затраты по приобретению холодильной камеры на счетах бухгалтерского учета. Успехов в выполнении задания увидимся в следующих занятиях. Продолжение следует...